Джанет Ромиссар перешла потому, что потеряла почти все, как и многие здесь. Я очень нервничаю. Не каждый день ходишь на такие встречи, однако я надеюсь, что они нас выслушают. Роджер Деррикс также старается подбодрить себя и других. Мы не остановимся. Мы хотим знать, что происходит. Мы добьемся справедливости ради нас, ради наших детей. Роджер Деррикс и Джанет Ромиссар подготовили эту акцию вместе. Они, как и тысячи других родителей, оказались в бедственном положении и были вынуждены терпеть унижение из-за ошибочных действий налоговых органов. После нескольких случаев мошенничества власти стали действовать более жестко по отношению к предполагаемым нарушителям и почему-то и по отношению к ним. Роджер Деррикс вспоминает то утро 11 лет назад, когда в дверь позвонил коллектор. После этого все изменилось. Вот здесь указана сумма, которую они хотели, чтобы мы вернули. 35 тысяч евро. Это было одно из первых писем, которые мы получили. Мы подумали, что все это значит. Не знаю, есть ли у вас на счету такие деньги. У меня их не было. И они хотели, чтобы вы заплатили сразу? Да. Тип в дверях моего дома с официальной бумагой в руках спросил, ну что, вы можете заплатить? Заплатить он не мог и пытался доказать свою невиновность. В итоге власти стали утверждать, что его семья обманным путем получила 60 тысяч евро детских пособий и действовали при этом безжалостно. Они удерживают 40% вашей зарплаты каждый месяц. Если у вас есть машина, могут забрать и ее. С определенного момента вы больше не видите выхода из этой ситуации. Начинаешь сомневаться во всем. Неужели мы неправильно заполнили налоговую декларацию? Борьба за эти деньги, день за днем. В какой-то момент ситуация становится настолько тяжелой, что ее уже невозможно контролировать. Джанет Ромиссар также преследовали, как обманщицу. Ее жизнь пошла под откос. Она тоже должна была вернуть тысячи евро детских пособий. Временами матери-одиночке приходилось жить на 25 евро в неделю. Сначала я хотела вообще перестать есть, чтобы у моего сына было достаточно еды. Затем, когда я снова начала есть, у меня начались проблемы с пищеварением, потому что мое тело еду отторгало. В результате, два года назад, у меня отняли сына. Они сказали, ты не можешь заботиться о нем. Я говорила, нет, виновата налоговая. То, что вы теряете своего ребенка из-за ошибок правительства, такого ни с кем не должно происходить. После длительной депрессии ей разрешили видеться с сыном всего два с половиной дня в месяц. Но у нее снова появились силы бороться. В ноябре 2019-го группа родителей обратилась в налоговую инспекцию. Они потребовали свои документы. Я увидела это по телевизору и подумала, это моя история. Скандальная правда стала известна много лет спустя. Министерство финансов так ответило на запрос ДВ. То, что тысячи ни в чем невиновных семей из-за строгого законодательства и кампаний по борьбе с мошенничеством оказались в тяжелом положении, такого не должно было случиться. Мы приносим свои извинения. Правительство пообещало выплатить пострадавшим компенсации по 30 тысяч евро. Но многие родители до сих пор ждут этих денег. С нас хватит, считают они, и требуют, наконец, ответов. В том числе и на вопрос, почему в поле зрения налоговой попали в первую очередь семьи эмигрантов. В январе давление на правительство возросло настолько, что премьер-министр Марк Рютте подал в отставку. Сейчас он лишь исполняющий обязанности премьера. Но он снова хочет баллотироваться на парламентских выборов в марте. У многих пострадавших есть теперь долги перед арендодателем или поставщиками энергии. Если мы вернем им деньги, то есть риск, что они автоматически уйдут на погашение этих долгов. Тогда эта помощь не станет для них началом новой жизни. Мы хотим возместить ущерб. Деньги ваши гарантированы. Но мы также хотим убедиться, что вы действительно сможете начать все сначала. Несколько семей Марк Рютте пригласил в свою резиденцию. Встреча длится шесть часов. Джанет Ремиссар выходит после встречи одной из последних. Они действительно нас слушали, они многое поняли. Да, я думаю, хорошо, что мы сюда пришли. Сын Джанет смог выговориться и рассказать о своей боли и разочаровании. А Джанет рада, что за этой последуют и другие встречи. Мы хотим снова быть счастливыми, говорит она. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова